Роза, у нас специальный гость, у нас на эфире у нас традиция, мы кошек пристраиваем. Да-да-да, я специально под них приготовил шляпу. Так, кто это у нас? Девочка Маруси один год. Девушка Маруси один год. Она стерилизована? Да. Да, стерилизована, то есть как бы... Слушай, я-то приготовил шляпу, я думал, вот котеночек в шляпу войдет, а это уже взрослая особь. А я все ждал, когда ты среди специальных гостей назовешь Сашу Вулыха, который известный кошатник. Саша Вулыха сейчас, к сожалению, со здоровьем, что-то у него не лады, ну слава богу, не смертельно, да, но он так посидит в випложе в сенаторском кресле. То есть решил конкурента на сцену не пускать, на самом деле? Ради бога, нет, я думаю, во-первых, у нас будет еще автор-пати в таком культовом месте. В молодом, но культовом месте под названием Рюмничная Взюзина. И там уже будет свободный микрофон. Вот, и Джемсейшн тоже. Так что все желающие из Йота Спейс переместятся более такие игривые и камерные места. Скажи, а вот Бах Компот, он вообще существует в принципе, или это просто Степанцов и кто-то? Ну, так можно сказать о большинстве существующих ныне команд, как и российских, так и англоязычных. У нас по стране там успешно ездят какие-нибудь там, я не знаю, Deep Purple, там непонятно, кто из них там, кто, а кто никто. Вот, и все такое. Как правило, ру-группа, да, это всегда там фронт-мэм, да, так сказать. Ну смотри, машина времени, там и Макаревич, и Кутиков, уже не говоря, что там был Мамар Гулис и Державин, то есть это как бы каждый по себе вполне себе боевая единица. Но есть же еще Макаревич и оркестр Креольского танго, да? Нет, сайт проекта существует у всех, нюанс есть у Кутикова, как бы, а вот у тебя получается, что Бах Компот это сайт проекта Степанцова, на самом деле, если брать последний, скажем, ну лет 10 из 25. Ну, не совсем так, я бы не сказал, наоборот, наверное, Степанцов как поэт, как человек, читающий стихи и поющий романсы со своим же клавишником и приглашенным балалайшником. Проект называется «Бедлам капелла», ну вот плюс упомянутые мной ребята из Крыма, Бурлеск оркестр, они раскопали какие-то старые бахкомпотовские песни, вот, озвучили, предъявили, и сейчас вот мы и полузабытые песни там из глухих 90-х, и новые песни, вот, поем им в таком клоунском составе, контрабас там, вот, и всякое разное. А их приглашение это идеологически мотивированное, это же крымнашист известный? Нет, на самом деле мы с ними познакомились еще до того, как на Украине случилась вот эта вся майданная заваруха, вот, они уже сюда приехали в поисках счастья, собственно, вот, а потом уже... А, то есть они крымские по происхождению, а помешку резиденции нынешней они уже московские? Да, 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 ну, сейчас там некоторые замены, один парень из Таганрога, но все равно, Таганрог, Ялта, Мариуполь, это все как-то близко. Вот это ты сейчас сказал, такое заявление, которому очень многих... Живут очень, очень, очень похожие и одинаково говорящие на каком-то таком... Да, ну, просто в разных странах. Ялта все-таки теперь, это уже Россия, как бы, Крым, а Мариуполь, это совсем другая, другая история. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.